Мы продолжаем разбираться в тонкостях ведения ресторанного бизнеса, и в том числе мы продолжаем встречаться с интересными людьми и компаниями, бизнесами, которые напрямую либо косвенно связаны с этим бизнесом. Сегодня мы разберемся, как открывать компанию, это очень оболевший вопрос, и если в странах СНГ, Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан это довольно просто сделать и понятно, то в Эмиратах и вообще на Ближнем Востоке есть нюансы, которые нужно разобрать, чтобы понять, где и какую юридическую форму лучше выбрать для ведения своего бизнеса. Дим, приветствую тебя, спасибо, что согласился принять нас сегодня. Расскажи о себе, я знаю, что ты больше 10 лет уже живешь в Удневных Арабских Эмиратах. Чего вообще начинал и как пришел к тому, что занимаешься сейчас открытием юридических фирм, компаний в Дубае? Привет, Андрей, на самом деле спасибо тебе, что ты выделил время и пришел к нам в офис посмотреть на наш скромный обитель. На самом деле я в Эмиратах живу уже 12 год получается, мне в сентябре ровно исполнилось 11 лет, как я с тобой переехал. Объективно я переехал, когда не жили родители, не буду скрывать, но я думал пожить здесь пару лет и, собственно, вернуться обратно на родину, но как бывает в Эмиратах, жизнь затягивает, ты начинаешь все больше и больше погружаться в реалии бизнеса в Дубае. На самом деле последние 11 лет так или иначе был связан с открытием компаний, потому что люди, обращавшиеся в консульство или в посольство Эмиратов, российские здесь, каким-то образом интересовались открытием бизнеса, формированием компаний и мне приходилось в это все погружаться, узнавать все больше и больше деталей. Так, собственно говоря, года 3 или 4 назад мы пожали руки с моим текущим партнером и решили продолжать движение совместно уже в профессиональном, скажем так, с точки зрения открытия компаний. Интересно, что с ресторанным бизнесом я тоже был связан в плане того, что когда я занимался брокерством, я очень много работал с ресторанным бизнесом, в том числе российским, который пытался выйти на местный рынок. Окей, я понял. Хорошо, расскажи, пожалуйста, кто твои клиенты, почему обращаются именно к тебе и чем ты им помогаешь, помимо просто того, что открываешь для них компанию? Ну, слушай, ты абсолютно прав, открытие компаний в Эмиратах это достаточно банальная вещь и занимаются с этим достаточно многие компании профессионально и замечательно. У нас есть ряд очень серьезных конкурентов, которыми я просто восхищаюсь. Реально классные ребята, молодые, эрудированные и все быстро делают профессионально. Наша основная фишка, конечно, это так называемый Government Relations. То есть, благодаря тому, что я живу 11 лет, одна из моих компаний непосредственно напрямую связана с работой с правительством ООЭ, это земельный департамент Дубая, очень много связей. Много связей в королевских семьях, много связей с высокопоставленными бизнесменами ООЭ, поэтому часто проводим какие-то некие, скажем так, лоббистские сделки, когда каким-то крупным компаниям нужно выйти на местный рынок, получить какие-то определенные преференции, скажем так, за счет связи вот этих местных ребятишек, с которыми я их знакомлю, свожу, и мы таким образом проводим эти сделки. Я понял. Так как съедобный бизнес-канал о ресторанной теме, давай разберемся на примере ресторанного бизнеса. То есть, если я хочу, как молодой инвестор-предприниматель, хочу открыть, давай скажем, кофешоп на территории Эмиратов, давай, Дубая, посоветуй мне, то есть, как мне минимизировать свои затраты. Это маленький шок, где будет работать до 5 человек максимум в компании. То есть, куда мне лучше пойти, где зарегистрировать компанию. Тут множество фризон, есть еще LLC компании. То есть, в чем разница и какая лучшая форма подойдет для этого вида бизнеса? Слушай, но когда вы обратитесь к нам или твои клиенты, или непосредственно ты за подобным вопросом, мы, конечно, будем выяснять, где вы хотите открываться. Это имеет достаточно большое значение по ряду причин. Во-первых, если вы будете работать в свободной экономической зоне, то непосредственно лицензия должна быть в свободной экономической зоне. Ну, например, мы с тобой сегодня находимся в DMCC, это Дубай Малтис Коммунистер Центр. Ты знаешь, это свободная зона. Если вы будете работать на территории DMCC, то, соответственно, компанию… У вас нет других вариантов, кроме как открывать компанию DMCC. Даже… Даже LLC я не могу открыть здесь. Даже если у тебя есть компания LLC, ты все равно должен получать дополнительную лицензию DMCC, чтобы работать на территории DMCC. Ага, интересно. Но преимущество свободных экономических зон, как ты наверняка знаешь, это стопроцентное владение иностранным гражданином. То есть, если ты не являешься местным, собственно говоря, жителем, ну, имеется в виду гражданином данной страны, то в DMCC или в GLT ты можешь непосредственно открыть сам, никто тебе не будет мешать, никто тебя не будет контролировать и влиять как-то на твои решения. Понятное дело, что рынок свободных зон немножко ограничен территориально, да, там, ну, там, то же самое DMCC, ну, сколько ты можешь там кофешопа открыть, ну, два, ну, три, ну, дальше, наверное, уже нет смысла открываться, пусть уже будет и так весь рынок охвачен. Mainland или LLC компания, как ты их назвал, да, это более интересный рынок, более разнообразный. Там есть ряд… А, ну, соответственно, преимущество Mainland и LLC, во-первых, большее количество мест, где ты можешь выбрать, и, как правило, если даже абстрагироваться от ресторанного бизнеса, больше, скажем так, выбор арендных ставок. То есть DMCC или там, скажем там, Media City или Studio City, там, особенно если мы говорим про текомовские free-зоны, там всегда есть фиксированная ставка аренды. Она, как правило, в среднем на 20-30% точно выше, чем Mainland и классичные компании. Mainland, у тебя огромнейшее количество, хочешь в DERI открывать, хочешь International City, хочешь на Шейкзайт, где хочешь, пожалуйста, если ты найдешь все помещения, не вопрос. Mainland, есть одна особенность – это местный партнер, которому при любых обстоятельствах в бизнесе ресторана будет помещать 51%. Ну, есть миллион, на самом деле, юридических документов, юридических уловок, по которым можно, ну, максимально остранить местного партнера от данной компании, защитить свои интересы, защитить свою долю и, собственно говоря, развивать компанию так, как тебе нравится. Особенности эластичной компании сейчас решаются в том, что, в принципе, содержание эластичной компании в целом обходится дешевле, чем содержание компании в свободно-экономической зоне. По той простой причине, что, ну, как ты наверняка знаешь, для каких-либо телодвижений на рынке Дубая у тебя есть так называемое понятие спонсора. Если ты в свободно-экономической зоне находишься, твоим спонсором является свободная зона, хотя она и не влияет по факту на твой бизнес, но все разрешения, там, я не отвечу на сертификат или что ты должен получать у них. Это фиксированная ставка, достаточно дорогая, в зависимости от документа. Когда же ты работаешь на Мэнленде, то все вот эти бумаги очень часто подписываются непосредственно твоим спонсорам, местным партнерам. Ну, ты им уже и так плачешь фиксированную какую-то сумму в год, она может варьироваться от десяти, там, не знаю, до сорока-пятидесяти тысяч дирхам, в зависимости от его уровня. Кто-то может попросить долю в ресторанном бизнесе, если он участвует активно в этом бизнесе, в раскрутке, там, привлечение каких-то клиентов или решение вопросов. Ну, а как правило, это фиксирована какая-то ставка, я говорю, там, в среднем, от десяти, там, ну, двадцати тысяч дирхам выше крыши в год. И за эти деньги, соответственно, он там и все эти будете носить и подписывать, все это делать и так далее. Конечно, в целом, это выходит дешевле. Друзья, сегодня я хочу с вами поговорить о целях. Я всем рекомендую, ставьте цели и достигайте их. Я, например, в начале года поставил себе сто целей и на протяжении всего этого времени я иду к ним и осуществляю одну за одной. Кстати, одной из целей был мой видеоблог, который вы сейчас смотрите. А сегодня пришло время осуществить еще одну цель, мечту – полетать на вертолете. Сейчас мы приехали в Атлантис на Пальм Джумейра в Дубае и пойдем летать на вертолете. Сделаем небольшой воздушный тур вокруг Дубая. Сейчас расскажу, как это будет. Ну что, вот мы уже в Атлантисе. Мы прошли только что регистрацию на вылеты на вертолетах. Нужно приезжать за 45 минут. В принципе, процесс очень упрощен. Не такой, как на вылеты на самолетах. Но есть тоже зона проверки, есть зона регистрации. Вот мы уже сидим и ждем, в принципе, наш вылет. Насколько лет? НАС primo. Насколько лет так, в принципе, он живет. Надо приехать. Секунду. Красней, где кidan. Скорой язык. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Хорошо Что касается взаимодействия и законодательства по защите персонала, которые работают по трудовому законодательству, какая разница и есть ли разница на mainland или во фризоне? То есть как законодательство влияет? Оно одинаковое или это разные условия труда? Ну вообще мне кажется, трудовое законодательство это вообще самая главная боль всех работодателей в Дубае, потому что Эмираты, особенно в последнее время, очень активно включили в защиту прав работников, поэтому для того, чтобы уволить сотрудника даже за неисполнение обязанностей, тебе нужно пройти 7 кругов ада, либо попасть на безумные штрафы, там трехмесячные зарплаты, там gratuity и так далее и тому подобное. Это все очень непросто и иногда заставляет задуматься вообще о ведении бизнеса в Эмиратах. А если говорить в целом о положениях трудового, скажем так, кодекса, насколько он отличается, ну на самом деле не так сильно отличается. Могут где-то там отличаться notice period, да, там когда ты хочешь уволить сотрудника, где-то могут отличаться какие-то там сроки виз, например, там в некоторых свободных зонах можно делать визы там сотрудникам на 3 года, на менеджи сейчас только 2 года, где-то там у партнеров есть какие-то приоритеты, где-то есть депозиты, где-то нет депозитов. Мы, кстати, недавно анонсировали, что вроде бы должны снять депозиты со всех сотрудников на визы, будут фиксированы и понизить иншуранс. Был иншуранс где-то минимальный, около 6 садихам на человека, сейчас будет 160, что очень приятно на самом деле. Да, многие, кто смотрит нас, они, может, ни разу даже не были в Эмиратах и живут в странах СНГ. Расскажи в двух условиях, если они хотят переехать и устроиться на работу, какие бенефит они получают, какие их, скажем так, права здесь как сотрудников, да, то есть что они получают помимо зарплаты? Ну, на 5, конечно, рекомендуется смотреть компанию, может быть, наверное, все-таки более крупную, с более хорошим социальным пакетом, потому что они тоже варьируются. Да, где-то какие-то компании могут себе позволить и зарплаты, и всякие бонусы, и страховые взносы высокие, и социальные пакеты большие и так далее, какие-то компании себе позволить не могут. Ну, это все очень зависит, повторюсь, от компании, но стандартный пакет – это минимальный страховой пакет, который как минимум покрывает 2-3 государственных учреждения, где ты можешь получить страховую медицинскую помощь. Это по-любому должна компания вам делать, они должны делать вам рабочую визу полностью за свой счет, визы могут быть по контракту, тоже нужно смотреть, это может быть лимитед контракт, он на определенное количество лет заключается, как правило, на 2 года, либо анлимитед. На самом деле для сотрудника выгоднее анлимитед, почему? Потому что по факту в любой момент он может встать, дать нотис работодателю за месяц, что он хочет уволиться и спокойно уйти. Если же у него есть лимитед контракт, то он должен уведомить, если он, точнее, прерывает контракт до его истечения, то он оплачивает на очень серьезные штрафы работодателю. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным при выборе контракта, который ты подписываешь. Я знаю, что для работников отельно-ресторанного бизнеса также предоставляют жилье. Зачастую им отдельно снимается аккомодейшн, где они все вместе живут. Либо же можно получить на руки какие-то деньги, компенсации, жить отдельно. Но я встречаю много разных ребят, которые работают в ритейле, в офисах и так далее, где у них идет это все в так называемом salary package. И им отдельно никто ничего не снимает. То есть где правда, где истина и как должно вообще быть по законодательству? Ну смотри, на самом деле по законодательству очень важно, действительно, ты прав обратить внимание на то, что, ну вот у нас, допустим, так же, да, в salary можно включить, скажем так, бонусы или еще по, как называется, allowances, да, в которых прописано, что у тебя включено, там, транспорт, передвижение, проживание и так далее. Вот, соответственно, зарплата может быть, там, ультрированная, у тебя пакет будет, там, не знаю, 7 тысяч дирхам, из них там 4 тысяч, это будет allowances, 3 тысячи будет твоя фиксированная зарплата. Ты будешь получать по истечению месяца полную этот пакет, а дальше же сам распределять, как это все использовать. То, что ты говоришь касательно проживания, да, ну нам очень четко нужно разграничивать, что здесь три момента, о которых ты упомянул. Первое, отель, это гарантированно будет, конечно, проживание, accommodation. В 90% случаев отелье против того, чтобы ты брал allowance, то есть они заставляют тебя проживать у себя в accommodation. Если мы говорим про алкогольные рестораны, то есть, как правило, fine dining, где есть алкоголь, то они тоже часто предоставляют жилье, чаще всего своим сотрудникам, тоже там же, где они выберут. Ну, если это какой-то супер менеджер, супер сотрудник, то у него может быть какой-то allowance, конечно, который ему там отдельно дают и живи, где ты хочешь. И третий вариант, это, соответственно, безалкогольные рестораны, там кафешки, кофешопы, у которых нет лицензии алкогольной. В данном случае это все-таки что-то более простое, более дешевое, поэтому люди пытаются как-то экономить, и здесь не факт, что тебе будут предоставлять accommodation. Кто-то может предоставлять, кто-то может не предоставлять, либо там представить в какой-нибудь, не знаю, в international city, где-нибудь очень-очень далеко, куда не очень добираться удобно, но при этом у тебя будет transportation. Подскажи, пожалуйста, какая по закону минимальная заработная плата? Вообще официально они анонсировали о том, что если нету проживания, то должно быть 5000, если проживание есть, то должно быть 3000 дирхам. Но на самом деле из того, что я вижу, очень мало кто этому действительно следует на сегодняшний день. Мало кто об этом знает, мало кто этим пользуется. Поэтому здесь на самом деле нужно смотреть, насколько тебе это комфортно. Потому что даже вот ко мне недавно приходил мальчик, тоже хотел устроиться на работу из отельного бизнеса. Я ему четко сказал, говорю, слушай, да, у тебя может быть зарплата будет выше у меня, чем в отеле, но у тебя отели проживания, пропитания, одежда, я не знаю, там страховые взносы и прочее, 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 намного лучше, чем будут у меня. Потому что там, позволив тебе больше зарплаты, я, понятное дело, буду экономить на каких-то других вещах, иначе не получится. Но все равно люди, кто-то, кто хочет вырваться из отельного бизнеса, они уходят и пытаются себя найти в других каких-то направлениях. Не забывай, отельный бизнес в Эмиратах считается одним из самых низкоплачиваемых для работников. Ну да, но для старта я считаю, это идеальная комбинация, потому что, в принципе, очень много ресторанов, отелей на территории Эмиратов. Да, вы можете вырваться из своей страны, попасть на минимальную зарплату, но у вас сразу же будет уже решен вопрос с жильем, с питанием, потому что, как правило, в отелях тоже предоставляют питание для своего персонала. И уже потом вы либо начинаете расти в отельном бизнесе, либо же вы ищите для себя другую работу, которая вам по душе. Ты также упомянул о ресторанах с алкогольной лицензией. Это очень интересная тема, в Эмиратах не везде продается алкоголь. И вот этот момент очень важен. Давай разберемся, если мы хотим открыть ресторан с алкогольной лицензией, какие есть ограничения по месту, где можно открыть этот бизнес? И какие дополнительные документы нужны? Может только определенная форма юридическая, и с ней возможно открыть эту компанию? Можешь ли сказать про вас? Ну смотри, до определенного момента считалось, что алкогольные рестораны можно открывать только при отелях. То есть каким это образом было. Пятизвездочные, четырехзвездочные, иногда трехзвездочные отели обладают алкогольной лицензией от государства. Они закупают алкоголь только у двух поставщиков, это можно делать. Это ММА и Африка Недвиста, но больше никого нет на рынке. Вы, соответственно, непосредственно должны закупать у них, ну в смысле отель закупают у этих двух компаний, а вы уже будучи рестораном, который оперирует под эгидой отеля, или там в самом даже отеле непосредственно закупаете, у него этот алкоголь, как правило это выглядит следующим образом, вы платите какой-то физ ему сверху, то есть покупаете по нормальной цене, он ему там за 15-20% оплачиваете при покупке. То есть это маржа. Это за то, что мы используем лицензию отеля, правильно? Абсолютно верно, да. Но недавно появился ряд мест, одно из единственных мест вообще в Эмиратах в целом, которое позволяет покупать напрямую алкоголь у поставщиков, это Пир Севен, может быть, ты знаешь. Это круглое здание, это единственное на сегодняшний день место, которое напрямую пока покупают у поставщиков. Сейчас еще появились два места, одно называется Аля Мэр, но там тоже, насколько мне известно, есть пятизвездочный отель, скорее всего, все-таки будут покупки происходить через него. Второе место, The Point на Пальме, который открывается в конце на Хилем, вот там, скорее всего, но Пальма в целом вообще является фризоной, в определенном смысле слова, да, и там алкоголь можно подавать. Ты тоже там наверняка знаешь ряд заведений, которые находятся на пляже, не имеют рядом никакого отеля, но при этом сервируют алкоголь. Вообще, очень интересно обратить внимание, мало кто об этом знает, что Пальма, Джумейра и Discovery Gardens, это вообще отдельная зона. Она не является экономической, ну, свободноэкономической зоной, и она не является мейнлендом. Есть специальная организация, называемая Трахис, которая принадлежит тоже на Хилю, выдает лицензии по юридической составляющей, такие же, как Дубайский экономический департамент, но эти лицензии действуют, ну, как бы действуют, ты можешь работать на рынке, но твое физическое присутствие должно быть либо на Пальме Джумейра, либо вот Discovery Gardens, там и Бенбатута, вот в этом районе. Очень интересно, я не знал от того, да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 которые потом ты приложишь уже непосредственно в органы регистрации, и они продолжат регистрацию компании. Есть ли какие-то ограничения по уставному капиталу? Уж раньше это все было на самом деле, сейчас это все условно. Даже если они где-то могут затребовать такую историю, то, как правило, это все очень легко обходится, это может местный дать. Раньше это вообще элементарно обходилось. Люди просто приносили бумагу, как их друзей, или копию чека, что я такой-то обязуюсь одолжить Дмитрию 500 тысяч дирхан. Он прикладывал выписку со счета, собственно говоря, и в эту бумажку, и все. Когда-то открыл компанию, про это все забывали, продолжал. Не забывай, что вот этот уставной капитал, или так называемый депозит банковский, или еще что-то, во-первых, его уже во многих местах отменили, а если даже он где-то там и встречается, то он номинальный. Это не то, что ты положил деньги и заморозил. Ты их положил, как только ты от той компании, ты можешь ими пользоваться. Да, ну конечно. Устав обязателен? Обязателен устав. Более того, если мы говорим с вами про Мейнланд, фри-зоны, как правило, предоставляют свой устав. Он, как правило, стандартный. Крайне редко можно носить какие-либо изменения. Но все равно, если вас что-то не устраивает, попытайтесь. Если вы все-таки каким-то образом решили рискнуть сами и все это открыть, лучше попытайтесь все-таки переговорить с свободной зоной. Какие-то вас не устраивает положения, их изменить. На Мейнленде или эластичной компании, ООШКО, которую ты называешь, там есть ряд положений, которые ты не имеешь права менять вообще. Они сфиксированы. Их на самом деле не так много. Скажем, из 30 основных положений, скажем так, порядка 10, ты не можешь ничего изменить. Все остальные положения можно менять. И в этом случае я вам предлагаю быть очень-очень аккуратными. Почему? Потому что вы все-таки 51% задаете компании местному спонсору, партнеру или как хотите его называйте. И здесь нужно максимально себя защищать. То есть одним из основных документов, которые вас будут защищать, это будет именно ваш устав. Отлично. Как вот, хороший вопрос. Как еще можно защитить себя? Есть ли какие-то дополнительные соглашения? Разрешено ли это для того, чтобы при каких-то непонятных ситуациях со стороны местного владельца, шерохолдера, вы могли себя обезопасить? Потому что владея 51% в принципе развязаны руки. То есть у тебя большинство голосов на собрании, и, соответственно, ты можешь принять значительные решения. Я понимаю, к чему ты ведешь. Но смотри, с момента моего приезда сюда, 11 лет назад, очень много чего изменилось. Во-первых, начнем с того, что 11 лет назад не были развиты так социальные медиа. И, собственно говоря, то же самое шейх Мухаммад не был в социальных сетях. Сейчас реально существуют случаи, когда люди действительно жаловались на местных, там в Твиттере, скажем так, писали шейху Мухаммаду, на это обращали внимание и, собственно, решали эти вопросы. Может быть, не всегда, но такие прецеденты были. Поэтому, конечно, во-первых, местные стали аккуратнее к этому относиться, меньше стало историй каких-то с обманами, особенно в рамках компании, это само собой. Второе, в уставе можно максимально прописать обязанности сторон. Плюс по уставу все-таки вы будете менеджером компании, поэтому максимально прописывайте, максимально четко прописывайте ваши обязанности как менеджер, там открывать, закрывать банковские счета и прочее, прочее, прочее. В-третьих, ввели уже законодательство о том, что теперь для того, чтобы, скажем так, менеджер, он по факту будет главным действующим лицом. И если по лицензии вы или ваш назначенный человек является менеджером, то вы достаточно в безопасности находитесь. Чтобы поменять менеджера, по закону должно быть 75% голосов. Это тоже можно обойти. Почему это можно обойти? Потому что были случаи, когда, собственно, иностранцы, экспаты бросали компанию, уезжали, на бедном местном вмесела эта компания, и он не мог ничего сделать и так далее. Долги, кредиты и прочее. Он не мог закрыть эту компанию. Обращу ваше внимание, еще такое лирическое отступление. Очень важно выбирать аккуратно местного партнера. Даже не с точки зрения того, что он может вас обмануть или кинуть. Это одна история. Есть другая очень важная история. Много партнеров, которые берут очень дешевые, скажем так, спонсорские фи в год. Они при этом набирают достаточно большое количество компаний, которыми они работают. Но имейте в виду, как только у него блокируют хоть одну компанию из всех, допустим, у него будет 100 компаний спонсорств, хоть одну заблокируют, блокируются все лицензии. То есть вы, работая с ним, несете риски других компаний. Поэтому, в принципе, если физ у него там есть, есть локалы, которые берут там по 5 тысяч дирхам. Но вот я бы никогда с ним не стал работать. Лучше заплатите 15, но вы гарантированно будете знать, что все-таки с ним люди работают адекватно. Они могут себе позволить платить 15 тысяч и, скорее всего, будут следить за тем, за качеством своей работы. Ну, так вот, извини, возвращаясь обратно от лирического отступления, второй документ очень важный. Но здесь я даже вам не рекомендую самим заниматься вообще, потому что это юридический документ, который для вас будет очень важным, так называемый side agreement. Стороннее соглашение, в котором уже прописываются все основные положения ваших договоренностей с местным. И то, что вы там основной инвестор, и то, что вы все решаете, и то, что местному ничего не подлежит и так далее. Обратив внимание, что данный договор, он не регулируется законодательством, вы его не заверяете у нотариуса, он не имеет по факту никакой юридической силы. Но, если 10 лет назад это соглашение вообще являлось джентльменским, просто напоминанием о том, о чем вы договорились, то сейчас суды его принимают к рассмотрению. Может быть, они не будут принимать решение на основе этого документа, но, по крайней мере, его можно будет приобщить к делу. И, по крайней мере, судья будет видеть основные договоренности ваш с партнером. Отлично. Тогда расскажи, какие у тебя есть пакеты для наших клиентов. То есть, если я не хочу сам, я понимаю, что это довольно сложный время затратный процесс, я хочу обратиться к тебе. Сколько мне будет стоить открыть компанию с твоими услугами? Какой у вас есть пакет? Ну, давай вначале начнем с того, что ты немножко сейчас неправильно сформулировал вопрос. Не то, что тебе лень заниматься этим вопросом. Здесь не вопрос даже лени. На самом деле, каждый человек может открыть в свободной экономической зоне компанию. Но здесь вопрос того, сколько времени и усилий ты на это все потрачу. Потому что мы очень четко понимаем, мы можем реально сейчас открыть компанию в ряде фризон за один день. То есть, ты сегодня даешь документы, завтра, но максимум послезавтра я тебе принесу лицензию и готовую, и начну работать. Но там останется банковский счет. Но опять-таки, мы сейчас тоже рядом с банков заключили соглашение, чтобы максимально быстро постараться всю эту историю решить. Другое дело, конечно, по банковскому счету мы не гарантируем, потому что, к сожалению, здесь Центробанк вмешивается. Но в целом, есть ряд приятных решений. То есть, мы разобрались с пакетом документов. Теперь я хочу понять, сколько нужно подготовить денег для открытия. Ну, давай начнем так. Что касается, ну, с банально, с самого простого, да, там компания Manland. Если не мы вам подбираем спонсора, или если вы хотите просто простого, незамороченного человека, без всяких там связей, просто чтобы он спал, ничего вам не делал, ничем не мешал, то здесь наши услуги будут начинаться от 10 тысяч зеркан плюс сама компания. Ну, компания, в зависимости от места расположения, от аренды, от ряда причин, будет тоже стоить от 30 тысяч зеркан плюс. Это чисто сборы государственные будут. Мы все-таки больше сейчас оттачиваемся на свободных экономических зонах, потому что запросы больше на них приходят. У нас есть ряд пакетов, да, скажем так, стартаповский, или называемый basic пакет, стоит 6 тысяч зеркан, в него включено по факту только открытие компании. Никаких дополнительных услуг мы не предлагаем, ну, какие-то там приятные мелочи, конечно, мы... Да, а сколько сама лицензия этой компании стоит? То есть 6 тысяч плюс? 6 тысяч плюс, это зависит, опять-таки, от свободной экономической зоны, в среднем от 25 тысяч зеркан плюс. То есть, получается, дешевле, чем в Мейнленде и ваши услуги, и само открытие компании? Да, но, как я тебе уже говорил, сопровождение компании в Мейнленде в итоге выйдет дешевле. Общее сопровождение, то есть, твои расходы там и на аренду, и на содержание сотрудников, и там на какие-то дополнительные документации, прочее, прочее, прочее. В итоге, особенно если мы играем в достаточно больших оборотах, все-таки лс-сижная компания будет дешевле. Другое дело, что свободная экономическая зона позволяет тебе... У них, как правило, очень все... Как сказать... Все, короче, в онлайне. Все системы работают в онлайн. Ты достаточно быстро можешь, уже получив лицензию... Да, достаточно быстро можешь с ними общаться. Большинство фризон уже, несмотря на их расположение географическое, там, у Мольку Вейнера, с Ольхейман имеют легкий доступ в онлайн. То есть, тебе не нужно туда ехать, при этом дешево открывшись там, ты можешь находиться в Дубае и работать с другими странами. То есть, я могу открыть ресторан в Дубае, но у меня будет лицензия другого Эмирата? Нет, сейчас мы немножко отошли, когда я тебе отвечал на этот вопрос, немножко отошел от идеи ресторанов. Нет, если ты хочешь ресторан в Дубае, у тебя должна быть дубайская лицензия. На самом деле, одна из особенностей Дубая, это не касается ни одного другого Эмирата. И чтобы работать в Дубае, у тебя должна быть только дубайская лицензия. Это очень важно. Вот, например, тебе яркий пример из моего личного опыта, там, строительной компании. Имея лицензию в Аляйне, Абу-Даби, это Эмират, да, ты можешь работать в Аджмане, в Шадже, в Рассельхемии, не вопрос. Но в Дубае ты должен получать отдельную лицензию, хотя это одно государство. Я понял, очень много нюансов. Хорошо, тогда есть basic пакет, куда входят только открытия. Есть какой-то пакет, который бы закрыл все мои боли, и я не хочу, у меня нет времени заниматься, да, я хочу получить, дать деньги и получить в итоге готовый, открытый бизнес, чтобы начать деятельность. Ну, смотри, мы недавно делали там анализ рынка, тоже там анализ конкурентов, проводили, что есть на рынке, и мы пришли к мнению, что не существует пакета, о котором ты сейчас сказал, когда бы человек просто пришел и сказал, слушайте, вот у меня есть такая бизнес-идея, или у меня уже существующий бизнес в России, я бы хотел его применить здесь. Как мне это сделать? Ну, и чтобы тебе по факту подготовили полный пакет документов, полное предложение, изучение рынка, как и что сделать, но такого нет. Мы разработали такой пакет, данный пакет у нас стоит 22 тысячи дирхам, в этот пакет, ну, помимо самого открытия компаний, там разных приятных мелочей, как там встреча в аэропорту, я не знаю, там, по услуге переводчика, причем арабогоязычного и русскоязычного переводчика, там еще есть три таких очень приятных момента, которых на сегодняшний день нет ни у кого. Первый – это маркетинговое исследование рынка и анализ конкурентов, причем полноценное, не просто там сказать, что вы знаете, там, ну, эта ниша свободна, вы можете работать, или ниша не свободна, у вас там 5 конкурентов, а именно достаточно такой детальный. Второй, сейчас становится очень актуальным, особенно для Дубая, это регистрация трейдмарка или патента, каких-то таких моментов, да, мы тоже предоставляем такие консультации о том, как это можно сделать лучше, соответственно, если человеку уже потребуется непосредственно регистрация, то это уже будет немножко другая услуга, но проконсультировать его о том, как это сейчас работает на рынке, как себя можно защитить, мы это делаем отдельно. И третье, вот мы недавно как раз договорились с нашими партнерами сотрудничать, это разработка некого легкого брендбука, да, в котором будет разработан бренд для человека, какие-то визуальные материалы, которые вы можете использовать для ведения бизнеса уже на первом этапе. Ну вот как-то так, то есть по факту, заплатив эту сумму, вы реально получаете ну некий готовый стартап, который может начинать действовать уже завтра со всеми документами, со всеми лицензиями, с банковским счетом, еще и с маркетинговым исследованием рынка. Сколько это будет стоить? Это будет стоить 23 тысячи дирхан. А в долларах? Порядка 7 тысячи долларов. Зафиксировали. Хорошо. Давай так, чтобы направить наших молодых предпринимателей на правильную стезю, помочь им сэкономить время и в итоге, как показывает практика, и деньги, дай от вашей компании какой-то оффер на ваши услуги. Что ты можешь предоставить? Ну, слушай, давай сделаем все очень банально. Мы сделаем всем зрителям твоего канала, кто нас увидит, кто нас смотрит, скидку в 30%. Пусть они просто упомянут, что они увидели нас непосредственно у себя на канале и обратятся к нам в компанию Альму Бадера. Следовательно, мы им дадим скидку в 30% на все наши услуги. Можем мы рассчитывать также на бесплатную первую консультацию, где человек может уже определиться, что ему нужно? Несомненно, конечно, конечно, это можете на это рассчитывать в любой момент. Резюме такое, обращайтесь к Дмитрию, ниже я оставлю его личный инстаграм, напишите ему, скажите, что вы из съедобного бизнеса и получаете 30% на все услуги по открытию и консалтингу ведения бизнеса в Эмиратах и также получаете первую консультацию совершенно бесплатно. Я думаю, что Дима не обидится, до конца года мы сделаем эту акцию. Все, кто обратятся, пожалуйста, welcome, пишите также в комментарии, кто откроет, потом мы будем рады читать ваши кейсы что у вас получилось, что вы воспользовались этим предложением. Мне будет очень приятно услышать, что мой канал полезен для вас.